В администрации состоялось награждение участников 9-го открытого смотра конкурса «Шадринские дворики». Его главная цель – благоустроить, озеленить и оригинально оформить территорию города. В этом году было представлено 40 заявок на конкурс от юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также жителей города. Предусматривались такие номинации, как «Лучшее государственное», «Медицинское», «Социальное», «Дошкольное учреждение» и так далее. Глава города поздравила победителей и вручила призерам денежные премии по трем номинациям – многоквартирный дом, придомовая территория и детская площадка. Сказать большое спасибо и от тебя лично, и от администрации города, потому что цель у нас сегодня одна для всех, прежде всего, комфортным для проживания, с тем, чтобы нашим людям, шадринцам, было с хорошим настроением пройтись по улицам нашего города, похвалить, наверное, тех, кто старается сделать его красивым, ну и, конечно, всем беречь и любить ту малую родину, в которой мы живем. В номинации «Лучшая придомовая территория» победителями стали жители домов номер 7, 9 и 11 по улице Неглинной. Второе место было присуждено хозяевам дома номер 74 по улице Куйбышева. Почетное третье место занял дом номер 14 по улице Красноармейской. Из подручного материала мы в основном старались сделать, ну что-то необычное у нас, конечно, и вот сейчас даже бывают дети, приходят даже взрослые, фотографируются возле наших подделок. Что могли мы сделали в этот год, на будущий год постараемся побольше. В номинации «Лучший многоквартирный дом» места распределились следующим образом. Победителем стал двор дома по адресу улица Ефремова, 62. Второе место комиссия присудила дому номер 40 по улице Автомобилистов. Третье место занял двор по улице Володарского, 18. В номинации «Лучшая детская площадка» были отмечены три дебютанта. Первое место досталось дому номер 47 по улице Урицкого. Второе место присуждено площадке, расположенной по адресу улица Володарского, 45, а третье по Гагарина, 10. И дальше там другие дома идут следом. Они вот уже тоже подальше от нас, например, разровняли участок, уже сделали футбольные ворота. И ребятишки постарше, кому от 8 до 12 лет, уже футбол гоняют. И дальше тоже хотят что-то делать свое. Так что мы немножко заразили. Для оформления территории и изготовления интересных игрушек используется подручный материал. Неординарное мышление и богатая фантазия способны превратить ненужные вещи в настоящее произведение искусства. Кроме того, участники конкурса подают хороший пример жителям необустроенных дворов и неухоженных придомовых территорий. Субтитры создавал DimaTorzok